Приветствую вас, друзья. Зеленскому сейчас совсем плохо. И так как он трус, то ждать от него можно все что угодно. Потому что трус, загнанный в угол, способен на любую подлость. А если трус еще и наделен властью, то масштабы его мести могут быть колоссальными. И цепляясь за власть, Зеленский пойдет на все, я вас уверяю. Вы уже знаете, что комик заявил о отмене выборов. И параллельно с этим помощник Залужного получил в подарок букет боевых гранат. Час обороны, час битвы, от которой зависит доля государства и людей. А не час вкидов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не на час. Поэтому главными темами сегодняшнего дня будут заявления Зеленского о отмене выборов, переговоры Украины и Российской Федерации, а также смерть помощника Залужного. И сразу же хочу вам напомнить, что главное из того, что происходит в Украине и не только, вы можете узнать, подписавшись на мой телеграм-канал Месливицы Гор. Я очень прошу вас после просмотра ролика зайдите в телеграм, забейте в поисковике Месливицы Гор и подпишитесь. Тем более, что подписка поможет нам не потеряться в будущем. Ну а всем, кто уже подписан, огромное спасибо. Итак, те темы, которые я перечислил, между собой тесно связаны. Ведь сначала Зеленский круглосуточно рассказывал, что Украина победит. И этим летом он будет пить кофе в Крыму с Будановым. И, конечно же, был уверен, что после победы в легкую выиграет президентские выборы. Но случилось то, что случилось. И выборы ему теперь не выиграть. Потому что провал контрнаступления потянул за собой Авдеевский котел, добавил не одну сотню тысяч погибших и обвалил рейтинг Зеленского до ноля. И как бы офис президента не пытался нарисовать 80% в поддержке президенту, на западе от Зеленского открестились, как от дохлой лошади. Ну а раз Зеленского сбросили с пьедестала на землю, то по нему сразу же начали топтаться и вытирать ноги. Потому что на самом деле его не уважает никто, даже собственная жена, которая брезгливо отдергивает руку, если до нее дотрагивается Зеленский. То есть окружение Зеленского его не уважает, но боится. И как только кто-то из них вырывается из страны, то тут же начинают обвинять Зеленского во всех смертных грехах. Война и политика устроены очень просто. Виноваться всегда главным. Кто у нас главный? Зеленский сказал, что сейчас время обороны и время битвы, от которой зависит судьба государства. И тут он прав. Потому что государство по определению это кучка правящей элиты. И пока идет война украинской элиты безопасности. Причем Зеленский даже сказал, что в украинских выборах заинтересована только Россия. И этим он, конечно же, дал понять, что те, кто хочет выборов, играют на руку Кремля. Но что бы он ни говорил, выборы отменить он не сможет. И выступление Зеленского следует трактовать как элемент большого торга с Западом относительно условий проведения этих выборов. Тем более, что по этому поводу уже были заявления и самого Зеленского, и главы Верховной Рады Стефанчука. Поэтому торг с Западом продолжается. И смысл позиции Зеленского прост. Если Западу нужно проводить выборы в Украине, пусть они их и проводят. Кстати, Гордон поддержал Зеленского и сказал, что президентские выборы ни к чему хорошему не приведут. И только утопят Украину в фекалиях. Ну давайте президентские выборы возьмем. Это будут разные кандидаты. И чем они будут заниматься? Бросать, метать друг в друга говно. Причем страшное говно будут метать друг в друга. Давайте представим сегодня выборы, условно говоря. Зеленский, Порошенко, Арестович, Притула. Условно говоря. Кличко, может быть. Все эти люди, которых перечислил Гордон, могут даже плеваться говном. Потому что говна в них под самую завязку. Однако, после заявления Зеленского, украинцы начали паниковать. Потому что многие надеются, что на смену 95-му кварталу все-таки придет адекватный профессионал, который разгребет все то, что нахуевертили за 30 лет. Так я вам сразу скажу. Такой человек не придет. Потому что пока нет такой цели. И Украина нужна не для созидания, а для разрушения. А вот что касается отмены выборов, которые должны состояться через 4 месяца. То, во-первых, Зеленский ничего не отменял. Потому что выборы никто еще не назначал. А будь выборы назначены, то президент своим указом отменить их уже не может. А вот что он может сделать, так это выиграть время, чтобы устранить всех конкурентов. Разогнать, запугать, посадить, да все что угодно, что он и начал делать. Потому что в честной игре шансов на победу у него нет. А времени осталось очень мало. Тем более, что о охлаждении к Украине начинают говорить даже те, кто внушал украинцам, что Запад их не бросит. Что происходит, масштабная массовая кампания антиизраильская, она смежена с кампанией против Украины. Отчасти потому, что тема Украины звучит остро. И по части дискуссии поставок вооружения в Украину, военной помощи, известно, что Конгресс США разделил эту помощь. И сейчас представитель Белого дома заявил о том, что передаются пока те остатки финансовые, которые имеются для Украины. Для Зеленского сейчас не лучшие времена. Вплоть до того, что на Западе заговорили о том, что в Украине зреет госпереворот. И даже назвали вероятным лидером главу ГУР. Кстати, ему нужно внимательно распечатывать подарки, чтобы не получить гранат в очередной. Как пишет экс-помощник замоглавы Пентагона Стивен Брайан, украинский президент стремительно теряет поддержку своих высших генералов. И в случае чего важными элементами смены власти в стране может быть именно главное управление разведки, Минобороны и СБУ. Так считает Брайан. То есть, если существует реальная угроза Зеленскому, то она может исходить от Буданова. И любой союз между ним и украинскими генералами может вынудить Зеленского либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже добиться замены Зеленского, написал эксперт. Он уверен, что существующая тенденция развития событий негативна для Зеленского и для Украины в том числе. Так что развязка близится в любом случае. Ну а после вчерашних подарков генералы будут осмотрительнее и, возможно, Зеленского попросят уйти. Напомню, что вчера погиб помощник главкома ВСУ Геннадий Чистяков. На его день рождения взорвался один из подарков. Причем сначала начали обвинять Путина, как всегда. Но потом оказалось, что многие видели человека, дарившего подарок. Им оказался полковник Тимченко. В общем, остановились на герсии, что гранаты входили в подарочный набор. То есть Тимченко положил в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат. Это подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. И он даже сказал Чистякову, тебя удивить тяжело, поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски. В общем, если это так, то он удивил так удивил. И, наверное, полковник Залужного до сих пор удивляется на небесах смекалки полковника. Также анонимные источники сообщают, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко, который оставил их себе. Теперь предполагает, что Чистяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. Версия такая. Он подумал, что боевые гранаты это рюмки в специфической форме, что ли, и дернул за чеку. Напомню, главком ВСУ Залужной написал, что майор Геннадий Чистяков погиб от неизвестного взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков. О том же заявили СМИ и супруга погибшего. Вот такие вот дела творятся перед выборами. Ну и я еще раз вам напомню, что больше информации по всем этим вопросам вы найдете на телеграм-каналах Месливец Лайт и Месливец Агор. Ссылок в закрепленном комментарии, скорее всего, не будет, так как мне уже ограничили эту возможность. Поэтому ищите меня через поисковик телеграма. И на этих каналах вы всегда будете иметь ту информацию, которую от вас пытаются скрыть. Так что после просмотра видео переходите по ссылкам и подписывайтесь на телеграм-канал. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всем пока!